Чеченский оперативник не сошел за киллера Чеченский оперативник не сошел за киллера Оправданы участники предполагаемой подготовки убийства по найму Газета «Коммерсант» номер 72 от 23 апреля 2019 года, строение 4 Присяжные единогласно оправдали бывшего оперативника УФСБ Чечни и двух его подельников, готовивших, по версии следствия, заказное убийство в Москве крупного воронежского предпринимателя Представители потерпевшего назвали вердикт шокирующим Бывшие обвиняемые, которых освободили в зале суда, рассчитывают на свою реабилитацию Уголовное дело о подготовке к заказному убийству Кирилла Корнева дошло до Савеловского райсуда Москвы в конце 2018 года, причем со второго раза Весной его вернули в прокуратуру из-за нарушений порядка возбуждения В общей сложности дело насчитывает 24 тома В окончательной редакции Арби Алиреву, Исламу Нальгееву и Ивану Замуруеву было предъявлено обвинение в приготовлении к убийству по найму в составе организованной группы, а также незаконном хранении оружия Ч. 1 статья 30, П. Ш. П. З. Ч. 2 статья 105, Ч. 3 статья 222 АУК РФ По версии Следственного комитета России, в конце мая 2016 года неустановленный заказчик обратился к Исламу Нальгееву с предложением организовать убийство предпринимателя Корнева за сумму не менее 30 тысяч долларов Кирилл Корнев, крупный воронежский бизнесмен, основными активами которого считаются завод алюминиевого профиля Light Construction, Data Center, Data Port, а также несколько компаний в Черноземье и Москве Широкую известность он получил благодаря затяжному конфликту собственников промпарка Проминвест, некогда крупной площадки Воронежского алюминиевого завода Как в Москве предотвратили покушение на Кирилла Корнева следствие полагает, что, согласившись, Нальгеев посвятил в планы своего знакомого Ивана Замуруева Который, в свою очередь, вышел на Арби Алирева, бывшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ Чечни, уволенного в запас в 2012 году в связи с дисциплинарным проступком Согласно разработанному плану, считало следствие, расстрелять господина Корнева планировалось на улице авиаконструктора Микояну, когда тот будет возвращаться с работы на своем Решив, что удобнее всего это было бы сделать в транспортном потоке, обвиняемый включили в группу мотоциклиста Его личность в материалах дела скрыта под псевдонимом М. Прохоров Однако после посвящения в планы он пошел в полицию, и все последующие приготовления к убийству велись под контролем оперативников Согласно обвинительному заключению, Алироев и Прохоров вели слежку за Кириллом Корневым Уточняя маршрут его передвижения от дома до работы и обратно Они заранее купили мотоцикл, амуницию, а также мобильные телефоны для связи Кроме того, они подготовили место в лесопарковой полосе недалеко от остановки Карамышевская плотина Где после убийства намеревались сжечь верхнюю одежду и закопать оружие Для нападения на Альгеев, по версии следствия, где-то достал пистолет Макарова 1976 года выпуска с самодельным глушителем, а также патроны к нему 14 июня 2016 года в районе полудня Прохоров проследил за бизнесменом до места его работы и сообщил об этом Алироеву заранее уговоренной фразой «Нам надо увидеться по-любому, по-любому» После этого он забрал бывшего оперативника и вместе с ним стал дожидаться бизнесмена на улице авиаконструктора Микояну, где оба были задержаны оперативниками ГУР МВД России Сразу после задержания Арби Алироев дал подробные признательные показания, в том числе и о способе убийства Согласно материалам дела, он планировал стрелять через куртку, чтобы не привлекать внимание и не оставлять гильзы на месте преступления При этом он хотел произвести не менее двух выстрелов, в область груди и головы жертвы Однако протокол проверки этих показаний на месте бывший сотрудник ФСБ подписывать отказался, заявив, что изложенное в нем не соответствует Действительности После этого Арби Алироев стал уверять, что целью убивать Кирилла Корниева перед ним не стояла, только припугнуть В частности, на светофоре он должен был разбить стекло автомобиля, направить пистолет на бизнесмена и произнести «В другой раз будет по-другому», а также выстрелить в переднее колесо Что стало поводом для подготовки нападения на господина Корниева, следствию достоверно установить не удалось, равно как и неустановленным остался заказчик преступления Согласно показаниям Ивана Замуруева, он встречался с исламом Нальгеевым и неким Павлом, рассказавшим о бизнесмене, которого нужно проучить, сильно напугать, не причиняя при этом опасного вреда здоровью Сам Кирилл Корниев подозревал в организации преступления своего бизнес-партнера, с которым у него возник конфликт из-за раздела активов Якобы Ислам Нальгеев помогал последнему выбивать долги Впрочем, подтверждение этой версии правоохранители не нашли Ислам Нальгеев отказался сотрудничать со следствием и давать какие-либо показания Он же попросил слушать дело с участием присяжных заседателей В суде гособвинению не удалось убедить присяжных, что вменяемое фигурантом приготовление к убийству имело место В этой части все трое подсудимых были оправданы единогласно, получив право на реабилитацию Кроме того, Ислам Нальгеева оправдали по обвинению в незаконном хранении оружия Иван Замуруев и Арби Алироев по этому составу признали себя виновными и получили по два года и семь месяцев колонии общего режима С учетом почти трех лет пребывания в СИЗО все фигуранты были освобождены в зале суда По словам адвоката Михаила Расташанского, вердикт присяжных стал для Кирилла Корнева настоящим шоком Если ты хочешь попугать кого-то, тебе незачем покупать боевое оружие, мотоцикл, незачем готовиться жечь одежду Достаточно просто постучать по стеклу игрушечным пистолетом Тем более незачем для всего этого привлекать подполковника ФСБ Адвокат намерен обжаловать решение суда в апелляции В свою очередь, защитник Арби Алироева Абусупьян Гайтаев выразил благодарность суду присяжных Нам удалось довести до них заседателей Твердый знак Ключевой момент Алироев знал, что машина корнево бронированная В такой ситуации он был не способен готовиться к убийству с пистолетом Макарова Кроме того, в многочасовой прослушке не оказалось даже завуалированного намека на убийство Сказал он твердый знак Андрей Прах, Воронеж Субтитры создавал DimaTorzok